Цифровое телевидение стремительно набирает популярность в нашей стране. Однако многие люди по-прежнему не знают, чем же оно принципиально отличается от старого, доброго, аналогового телевещания. Вот буквально уже к лету 2019 года наша страна планирует перейти с аналоговой формы телевещания в цифровую. Почему? Какие преимущества цифровое телевидение имеет над аналоговым? Все это и многое другое мы разберем в данном видеоролике. Прежде чем говорить о каких-либо преимуществах и недостатках данных способов передачи данных, давайте с вами разберемся, как устроены эти оба способа и каким образом изображение и звук поступают к нам на телевизор. Что же такое аналоговое телевидение? Это телевизионная система, использующая для передачи изображения и звука аналоговый электрический сигнал. Смысл слова аналоговое в том, что эфир передается в телевизионный сигнал, а именно электромагнитная волна. Определенные формы. Обратите внимание на синусоиду. На данном изображении мы можем увидеть, как организован поток аналогового сигнала, где амплитуда напряжения меняется от высокого напряжения к низкому. И во времени этот процесс происходит непрерывно. А вот цифровой сигнал устроен иначе. Если построить подобный график, на нем мы можем видеть, что напряжение либо присутствует, либо его нет. Это организовано с помощью двоичного кодирования, где цифра 1 несет электрический импульс, а 0 его отсутствие. Такой сигнал несет равномерную амплитуду колебаний и передается с наличием пауз во времени, что является огромным плюсом. И шанс потери данных под воздействием окружающей среды гораздо ниже. Для просмотра аналогового телевидения достаточно было обыкновенной антенны, которая подсоединялась к телевизору напрямую. После чего мы могли просматривать небольшое количество каналов, которые смогла принять антенна. И также качество картинки, и так невысокое, постоянно ухудшалось под влиянием погодных условий. Аналоговое телевидение не способно предоставлять качественные изображения и звук. Передача такого сигнала имеет ограничение по радиусу действия. Хотя современные телевизоры и оснащены разъемом под аналоговую антенну, реализовать все возможности таких телевизоров при аналоговом способе передачи данных не является возможным. Цифровой способ передачи данных также возможен при использовании антенны. Но при наличии обрабатывающего устройства, такого как цифровая приставка. Цифровое телевидение предоставляет нам возможность получать качественные изображения и звук. При этом влияние окружающей среды не сказывается на качестве сигнала, так как передача двоичного кода порциями при наличии пауз не поддается влиянию извне. Цифровое телевидение имеет ряд преимуществ над аналоговым телевидением. Во-первых, цифровой сигнал передается на значительно большее расстояние, что позволяет зрителю получать большое количество каналов в тех местах, в которых аналоговое не могло принять сигнал вовсе, либо имело очень плохое качество. Во-вторых, в безопасности и качестве приема аналоговый способ передачи данных уступает цифровому. Аналоговый сигнал уязвим внешним воздействием и не может обеспечить качественного изображения. Цифровой сигнал можно принимать даже в дороге или далеко от дома. Стоит отметить, что и тот, и другой способ передачи данных может осуществляться с помощью радиосигнала, а также с помощью кабеля. Я о кабельном телевидении. Еще один аспект состоит в способе обработки этих сигналов. Для приема и обработки аналогового сигнала достаточно управляющие платы телевизора, не сложные в своем устройстве. А вот для приема и обработки цифрового сигнала нам необходимо наличие микропроцессора в устройстве, для работы с большим объемом информации и декодирования двоичного кода в изображении и звук. Таким микропроцессором оснащены все современные телевизоры и цифровые приставки. Чтобы немного понять сущность кодирования двоичного кода, посмотрите на изображение. Вот как будет выглядеть слово «Привет», закодированное двоичным кодом. Так же будет выглядеть информация в виде яркости, цвета и звука, обработанная микропроцессором. И теперь мы с вами, находясь в зоне ближайшего развития, точно можем понять, почему наша страна стремится к переходу на цифровое телевидение, то есть стремится к собственному развитию в направлении телевидения. Уважаемые зрители, рекомендую подписаться на наш канал, а также включить оповещения, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые мы стараемся выкладывать практически каждый день. Каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного. Спасибо вам за внимание.